Обычно красные бригады удерживали своих жертв несколько недель. Ну а потом, как вы догадываетесь, их находили где-нибудь в реке. Было где-то 4.30 утра. Они позвонили и сказали, чтобы я не слушал радио и не смотрел телевизор. Я просто приехал на работу. Меня отвели в серую комнату. Стены были серыми, ковер был серым, стол серый. Это вызывало главокружение. До такой степени все было серым. Я откинулся на стулья, закрыл глаза и я представил, что лечу над Италией. Я понял, что лечу над Падуей. Я представил себя на улице и оказался напротив здания, где его, скорее всего, прятали. Я смотрел на это здание. Было ощущение, что я смотрю сквозь стены. Смотрю сквозь предметы, чувствую его за стеной. Не знаю, как это описать. Другой телепат добавил, что его держат в палатке, внутри квартиры. Через 42 дня особое подразделение Италии нашло генерала Дозиера, и его вернули целым и невредимым. Как телепат и описал, Дозиер был в Падуе, в палатке. Случайность. Удивительно точное предположение. Но у звездных врат не было данных об освобождении Дозиера. Итальянская полиция отлично сработала. Они все сделали профессионально. Но кого должен был благодарить Дозиер? Предателя красных бригад или пси-шпиона Фортмида? В день освобождения итальянская полиция рассказала мне, что к работе привлечены телепаты. Но после четырех недель они к ним не обращались. Они столько раз ошибались, что мы просто перестали им верить. Слишком много ошибок. Люди просто потеряли веру и терпение. После похищения генерала с разных сторон приходили указания. Не лучшие условия для работы. Мы просто не понимали, на что делать упор. Мы делали предположения, но официально они заявлены не были. К сожалению, нам удалось освоиться только через три недели его удержания в плену. Несмотря на точность видения Макмонегла, такое яркое дело, как похищение Дозиера, поставило звездные врата и их методы под сомнение. Сколько раз они ошибались? Сколько раз были правы? Эта информация до сих пор остается засекреченной. Нам не очень хотелось выставлять себя, говорить, насколько хороши мы или нет. Наши способности. Хотелось, чтобы оставался элемент неожиданности, неизвестности. К концу Холодной войны, в 1995 году, ЦРУ приказало проверить 20-летнюю деятельность звездных врат. Научная перспектива была неясна. Профессор Хайман изучал их методы. С функциональной точки зрения ничего оценивать было нельзя, потому что никто их не контролировал. Мы точно не знаем, что говорили телепатам, сколько у них было информации, сколько раз они просто угадывали, как они получали информацию. Понимаете, многие из них служили в разведке, и именно оттуда у них и были эти сведения. Несмотря на споры, на счету звездных врат оказалось больше промахов, чем удач. В 1995 году Пентагон закрыл эту операцию. Как утверждают, в России эксперименты тоже прекратились. Олег Калугин считает иначе. В 90-х такие эксперименты еще проводили. Не знаю, проводят ли их и сейчас, но я бы не удивился. Они могут возобновить опыты, ведь это не такое уж и безумие. Это реальное явление, и его надо исследовать. И может даже, как раньше, использовать в практических целях. Эдинбург, Шотландия. Пусть военные больше не заинтересованы, изучение телепатии продолжается. В университете, где когда-то учился создатель Шерлока Холмса, сэр Артур Конан Дойль, теперь находится институт парапсихологии. Эксперименты проводит профессор Роберт Моррис. Он верит, что результаты будут многообещающими. Просто случай — это не объяснение. Это и правда уникальные способности. Передачу мыслей изучили вдоль и поперек в научных условиях. Похоже, что мы нашли новые способы получения информации. Люди могут получать ее из внешнего мира с помощью чего-то вроде нового чувства, но более определенного. Конечно, исследования еще будут продолжаться. Известный Гансфилдский метод. Во время эксперимента передающей стороне показывают фильм. Получающая сторона сидит в отдельной звуконепроницаемой комнате и должна увидеть кадры с фильма. Самолет летит по небу, облака. Обе стороны соединены только наушниками для мониторинга эксперимента. Вижу, как люди идут по лесу. Не все результаты были удачными. Самое интересное, что показатели были лучше у творческих людей. В Гансфилдском эксперименте мы обнаружили, что лучшие результаты получали люди с актерскими и музыкальными данными. Если суммировать показатели этих людей, получим где-то 40% успешных результатов. В сравнении всего с 25% менее успешными. Мы попытались применить стандарты современной науки. Насколько это возможно, мы разработали простые и понятные всем научные эксперименты. У Гансфилдского метода те же проблемы, что и у прочих экспериментов в этой области. Основная проблема в том, что они дают стабильные результаты, которые не удается повторить в независимом эксперименте. Очень сложно доказать, действительно ли существует телепатия. Несмотря на споры ученых, многие верят в силу мысли. Просто мы не до конца сегодня готовы дать всему объяснение. Но в целом это такой, скажем так, природный дар человеку. И мы уже с ним соглашаемся, что это имеет место, что это есть и что это принадлежит самому человеку. Может, телепатия и не поддается научному объяснению, но для многих она существует. От холодной войны до эра терроризма телепатия остается даром, способным изменить наше будущее. Если мы будем продолжать исследовать телепатию, граница между научной фантастикой и наукой когда-нибудь сотрется. Если мы докажем ее существование, возможности человека станут безграничными. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ЦИНК ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ПРОДАКШН совместно с Винчестер Энтертеймент представляют Терри Хэтчер в фильме «Беглянка Джейн». Да. Готово? Дайте мне Майкла. Я хочу знать, что он живой. Поверь мне, он живой. Но твой мальчик умрет, если ты не готова. Если вы действительно похитили моего сына, дайте мне услышать его голос. Я сделала все, как вы сказали. Не выходила из дома, никому не звонила. Мы знаем. Ты читала газеты? Газеты? Нет, не читала. Сейчас мы это исправим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, Боже! О, Блюдки! Ненормальные! Что вы сделали с моим сыном? Расслабься. У него осталось девять. А теперь ты готова, или он умрет? Я готова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прекрасно. У тебя есть ручка? Да. Хорошо. Остановка номер один. Антикварный магазин на Хайвей Найн. В красной машине будет лежать карабин. Ты его возьмешь. Карабин? Зачем мне карабин? На всякий случай. Убей или тебя убьют. Как в романе Флеминга. Читала? Нет, я не читаю Флеминга. Я не умею пользоваться карабином. Мы тебя научим. Остановка номер два. Телефон-автомат на углу Брайс и орой ее. Прихвати большую сумку для оружия и не вздумай привезти с собой копов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мэм, хорошая машина. Протереть вам стекло. Нет, нет, подождите, я... Эй! Какого черта ты здесь делаешь? Хотел протереть ей стекло. Он не помешал вам, мэм? Это мой дядя. Обычно я не оставляю его одного. Не волнуйтесь, я хотела дать ему немного денег. Не стоит. Вам помочь? Всего хорошего, мэм. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло! Слушаю! Алло! Черт! Алло! Ты опаздываешь. Это все не так просто. Что там делал помощник шерифа? Ты звонила в полицию? Нет, не звонила. Не знаю, откуда они взялись. Я все делала, как вы сказали. Заткнись. Палец – это только начало. Если обманешь нас, мы пришлем тебе голову. Поняла? Да. Да, я поняла. Говорите, что делать дальше. Говорите. Научись пользоваться оружием. Арнестрит, 1512. Спросишь Питера. Вытащи карабин и скажи, научи меня стрелять. Я застукала своего мужа с дрогой. Дай мне моего. Алло! Алло! Я ищу Питера. Зачем? Хочу, чтобы он научил меня стрелять из этой штуки. Я застукала мужа с другой. Где я могу найти Питера? Ты на нее смотришь. Хочешь продырявить голову муженьку? Одобряю. Я сделала бы то же самое со своим. Идем. Пять пуль в магазине, шестая в стволе. Будет сильная отдача, так что спускай курок медленно. Давай. Главное, не спеши. Хорошо. Сжимаешь ствол левой рукой, правая немного расслаблена. Молодец. Теперь подумай о своем муже, о том, как он трахается со всеми подряд. Ты что-то знаешь о моем муже? Перестань, все они сшиты по одной мерке. Только с разными серийными номерами. Давай, представь, что на мишени его лицо. Питер, ты закрыла дверь. Питер! Алло. Прекрасно отстрелялась. Почувствовала приятное волнение, моя сладкая? А теперь поезжай в свой офис. Включи компьютер и скачай файл под постным названием «Орбстар». Куда его доставить? Жди под деревом возле мусорного бака. К тебе подъедут. А потом мы отвезем тебя к сыну. Не рановато на работу, Джейн? Хочу кое-что успеть. Ты себя не бережешь. Продаешь машину? Да. Нужны деньги. Меня увольняют. Господи. Не может быть. Чертовы корпорации используют людей и выбрасывают их на улицу. Если понадобится помощь, ты знаешь, где меня найти. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Доступ запрещен. Черт. Алло. Извини, наша ошибка. Сейчас исправим. Отель Ройал Тауэрс. Я не говорил просматривать, я сказал скачать его. Хорошо, простите. Заткнись и поспеши, иначе твой сын потеряет руку. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Иди на место встречи. Возьми карабин на случай, если кто-нибудь захочет тебя остановить. Если почувствуешь опасность, бросай сумку в бак. Когда вы отдадите мне Майкла? Автоочищение. Все данные будут уничтожены.